Привет! Слава Украине! Слава ЗСУ! Суббота! Проводим наш любимый субботний стрим. 21 час стрим без табу, любые вопросы, мои субъективные, но точно откровенные ответы. Так, мы тут отходим от ракетного налета. Я надеюсь, что вы в порядке. Ну, у нас все нормально. Я не знаю, такое впечатление, что сейчас они по Киеву не стреляют. И вы будете удивлены. Я тут вспоминаю один разговор с моим визави с той стороны, который работает не в той команде. Я им говорил, что ребята, вы идиоты. Вы когда наносите удары по гражданским объектам, то вы тем самым не даете украинскому обществу ни на секунду расслабиться. Ну, вот в Киеве или настолько мощное КПВО, что они сюда не суются, ну, или прислушались к этой версии. В любом случае, чтобы тут не было каких-то там недопониманий, воюет у нас вся страна. От востока до запада, вот с севера и до юга. Это, наверное, главный момент. Поэтому предлагаю начинать. Сегодня трезуба будет два. Включаем вот этот трезуб. Тем более, я тут заметил, что многие волнуются, когда трезуб не светится. Где он, кстати, тут? Где трезуб? Трезуб есть, чтобы вы не думали. Вот, все нормально. Начинаем. Сегодня будет не два трезуба, сегодня будет три трезуба. Трезубов много не бывает. Трезубов много не бывает. Все будет Украина в рамках международно вызванных кордонев. Я, если честно, до сих пор не знаю, кто сделал эту заставочку, но мне кажется, она прекрасна. И автору в любом случае респект и уважуха. Я, знаете, иногда думаю в части трезубов, может быть, нашему прекрасному трезубщику ему просто не место вот там вот в мордоре. Ну, понимаете, там эти птицы, они там гадят. Ну, и вообще, ну, птицы вот эти двухголовые. Просто головой им подрубать, да и все. Ну, мне кажется, этого будет достаточно. Значит, если уж мы договорились, что трезубов будет много, тому подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну, секундочку. Это важный трезуб. Я вот специально... О, вот он. Вот он, этот трезуб. Я знаю, тут эти безумные дискуссии, которые говорят о том, что мы всегда были и остаемся укроме. Надо на часе, не на часе. Мое личное мнение, вы знаете, я не сторонник подхода вот этого или-или. Или ракеты, или дороги, трезуб, или ударные дроны. Почему? Потому что это реальное упрощение ситуации. Я всегда знаю, и я тоже такой же, что просто хочется простых решений. Хочется, чтобы все российские оккупанты сдохли в один прекрасный момент. Но ясно одно, что очень быстро они не сдохнут. С другой стороны, так же очевидно и всем понятно, что Украина была, есть и будет. Поэтому нужно искать вот эти вот варианты, как делать все одновременно. И трезубы менять, если сильно хочется. И дороги ремонтировать. А, и конечно же, чтобы украинский солдат был всегда обеспечен всем, чем необходимо. В первую очередь была обеспечена его безопасность, выживаемость на поле боя. И когда кто-то говорит, вот дороги, а не давайте все-таки эту тему проговорим. Чтобы было понимание. Значит, когда кто-то говорит, надо покупать дроны вместо строительства дорог или стадионов. Если так вот по-простому, то конечно, и это очевидно. Только у нас получается какая-то искривленная ситуация. Значит, есть волонтеры, которые фигачат днем и ночью, делают дроны. Мы все на них сбрасываемся, покупаем эти дроны. Дронов нужно сейчас много, а нужно будет еще больше. Нужно быстрее развиваться, модернизировать их и так далее, и так далее. Есть запрос в армии, есть запрос у людей у нас на безопасность, есть деньги на дороге. И все думают, что нужно их отдать волонтерам или соответствующим организациям, которые их делают. Но я, друзья мои, не хочу быть неоригинальным, но у нас есть люди, которые занимаются войной. Это правда. Это целое Министерство обороны. Если в Министерство обороны не хватает денег на войну, на дроны и боеприпасы, тогда должны приниматься соответствующие решения. То есть это я за системность. Короче, к чему это все веду? Мне трезуб на родине и мать, вот мне он нравится. Я вот недавно проезжал на машине, смотришь, украинский прапор, все радуются. Он развивается на ветру. Ну и наша родина, она уже будет не родина-мать, а Украина-мать. Хотя, по сути, это не меняется. И вот там вот, знаете, так интересно, на болотах эту историю начали попозиционировать, мол, вот украинцы, вот это доказательство украинского нацизма. Есть у меня тут мои друзья, которые говорят, типа, что вы им даете пищу для того, чтобы они начали как-то цепляться к вам и больше убеждали людей отправляться на войну. Ну, имеется в виду, убеждали россиян отправляться на войну. Ну, слушайте, да нам наплевать на россиян, что они о себе думают. Они из любого нашего слова, из любого нашего действия извратят все это так, как им хочется. Ну, потому что это талантливая команда пропагандонов. Они даже не пропагандисты, да, они пропагандоны, информационные преступники. Они всегда вытянут это, понимаете. Всегда найдут какой-то способ для того, чтобы обосновать войну против нас. Поэтому завожат и нацизм не мая сенсу. Это вопрос нашей внутренней организации. Так, значит, что касается ракетного удара последнего. Значит, что-то мы сбили, что-то прилетит. Ну, на войне как на войне. Не без этого. Значит, российские нацисты будут говорить, что, ну, вроде как, вот по сообщениям в Телеграме, тут нужно, соответственно, подтверждение нашего министерства барона и генштаба, ну, мол, стреляли они в Староконстантинов, в аэродром военный, где, собственно, вроде как базируются, а может быть, или не базируются наши носители Storm Shadow и других прекрасных ракет, носители прекрасных ракет. Ну, секундочку, давайте-ка зададим вопрос российским нацистам. Мне кажется, первый раз вы всю украинскую авиацию уничтожили год назад и пять месяцев. Было уж таки, да? Мы все это помним. Уничтожили ее зачем-то, хвастались этим и на парад собирались, но с парадом, как известно, как-то не так произошло, как кому-то хотелось. Так вот, что здесь важно в этой истории? Момента, момента, момента. Что-то с интернетом случилось. Так, друзья, ну как, давайте-ка разберемся. Лучше стало? Я смотрю тут немножечко, у меня тут некоторые... Что я вам хотел сказать по поводу этого ракетного удара? Давайте еще раз эту мысль проговорим, потому что вроде как была какая-то помеха на связи. Я не знаю, я в своем стационарном бункере. И по логике вещей должно все работать идеально. Но жизнь, в принципе, не идеальна. И так бывает, что что-то у нас как-то... Блин, очень я не люблю, когда такие вещи происходят. Я думаю, вы меня понимаете. Так. Ну-ка. Очень я такое не люблю. О-о-о-о. Возможно, дело вот так вот. Пойдет у нас немножечко лучше и интереснее. Что касается, значит, ракетного удара. Значит, они очень нередной раз будут нам рассказывать о том, что сбили 100-500 украинских самолетов, разбомбили аэродромы. Но вроде как все это уже было. Причем неоднократно. Они так поступали подло. И тут, конечно, мы дождемся в части ущерба. Нам расскажут наши официальные органы власти. Он возможен. Ну, во-первых, многое собьем мы или сбили мы. А многое... Не факт, что долетит до той цели, куда изначально планировали российские нацисты. Тут важно другое. А это другое заключается в следующем. Что в эту игру «Отправь ракету соседу» можно играть вместе. В том числе нашим агрессивным российским нацистовающим соседям. Потому что прилетает... Вот в то время, когда был ракетный удар по Украине, начали распространяться панические слухи и информация о том, что работает ПВО Мордора. В частности, где? В Тульской и Московских областях. В принципе, сама постановка вопроса в таком ключе, она как бы говорит нам о том, что не все спокойно в российском путинском рейхе. Значит, где-то они недорабатывают, где-то большие-большие проблемы. Значит, далее потом было сказано, что нет-нет, это не воздушная тревога, это вообще не ПВО, это учебно-тренировочные полеты в Московской области. И что-то мне подсказывает, что раньше таких полетов в принципе не осуществлялось, а вот теперь все силы брошены на защиту Москвы. На самом-то деле, это то, что нам и нужно было. Ну, если так серьезно. Вот так. Нам поэтому сберегаем с покей, работаем с нашими партнерами в части обеспечения Украины новейшими комплексами ПВО, и рано или поздно российский нацизм падет. Исходим из этой простой и оригинальной мысли. Мне кажется, они заслуживают того, чтобы быть умерщвленными. Не говорю, что все, хотя многие наверняка со мной не согласятся. Ничего не понимаем. Смотрите, скачет. Ну да ладно. Будем исходить... Будем исходить из того, что вы меня слышите. Ну, если не видите, увидимся завтра в ходе одного из наших видео. Значит, что вообще произошло? Это важное мероприятие. Значит, Украина закрыла Черное море. Помните, как российская нациствующая сволочь, они объявили, что лишают нас статуса морского государства, морской державы. И начали наносить удары по, соответственно, нашей инфраструктуре, по портам, по многим портам, и на Дуна, и на Черном море. И, конечно, это несет колоссальный ущерб для нас. И с этим нужно что-то делать. И вот мы этим сейчас занимаемся. Значит, Украина, как государство, которое защищается, объявила, что... что мы ставим под угрозу нефтяной экспорт Российской Федерации. В первую очередь из Новороссийска, потому что у них приболел танкер, они его называют СИК, но почему-то, зная, что мы имеем дело с россиянами, хочется сказать ЗИК. Ну, фактически ЗИК-Хайль. Никто там не погиб, действовали филигранно, но лодка, корабль Черноморского, не Черноморского флота, а этот танкер, приболел. Потерял ход, затоплено машинное отделение, ну, просто ужас. Так вот, что очень важно, значит, что происходит? Мы, этот, кстати, танкер СИК, получил двухметровую пробоину. Какой ужас. Даже повар попросилась в больницу. И я тут не иронизирую, но, знаете как, если вы живете в стеклянном доме и бросаетесь в камнями там, то не надо этому удивляться. Вопрос в чем? Значит, мы закрыли шесть российских портов. Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапце, Сочи и Тамань. И это важно, потому что, во-первых, через Новороссийск идет какой-то фантастический объем российской нефти. Значит, там же терминал Каспийского трубопроводного консорциума, это около семи миллионов тонн казахской нефти в месяц, оператор Роснефть. Еще там есть терминал Шес-Харис, еще четыре миллиона тонн российской нефти. Ну, плюс еще там дистопливо. Ну, в общем, это такая артерия, ну, примерно, как для нас наши порты. Наши, конечно, лучше, потому что они наши, но факт остается фактом, что это для них колоссальная проблема, которая будет расширяться и углубляться. Значит, что тут нужно напомнить россиянам? Они почему-то называют ласково это действие атаку на российскую соответствующую инфраструктуру терактом. То есть, если они сжигают украинское зерно, то это деноцификация, демилитаризация, а если проблемы у их соответствующей инфраструктуры, которая приходит, приводит к пополнению их бюджетов, то это соответственно теракт и вообще так поступать нельзя. Это типа не по-соседски и не по-товарищески. Ну, я так не думаю. Значит, что значит, что Украина объявила вот эти вот четыре порта, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань опасными для судноходства? Потому что мы объявили официально это зоной военной угрозы. Давайте-ка вспомним. Значит, когда россияне перестали блокировать зерновую сделку, а из нее банально вышли, потому что они занимались ее блокированием много-много месяцев, и по документам, которые получил наш ГУР, потом они были обнародованы, значит, они своим торможением не допустили вывоза порядка 20 миллионов тонн грузов, и за это россияне получат очевидно медали, но теперь наша очередь. Так вот, после того, как Россия вышла из, соответственно, этого соглашения, то была объявлена зоной военной угрозы акватория всех украинских портов. Вот и все. и это привело к тому, что судоходство, оно очень сильно сократилось. С чем это связано? Со страховыми рисками. Значит, если зона объявляется опасной для судоходства, каждый собственник корабля, он думает, блин, ну, слушайте, наш пароход стоит какое-то количество десятков миллионов долларов, мы сейчас пойдем, например, в Одессе, попадем на мину, корабль затонет и все, и мы останемся ни с чем. А еще есть такое понятие, как вот это страхование кораблей и грузов. В основном этот рынок в мире держат наши друзья из Великобритании, но они тоже страховать не спешат в таких ситуациях. Почему? Потому что, опять же, угроза для судоходства и, соответственно, угроза их деньгам. Так вот, если россияне объявили подходы к нашим портам зоной военной угрозы, то почему мы не можем сделать так? Ну, а то, что мы там немножечко притопили этот Тувинский дегенерат, или как он там называется, это судно, нет, это не Тувинский дегенерат, очень похоже, это оленигорский горняк. Большой десантный корабль получил пробоину, накренился и еще немного и утонет, если его, конечно, не приварят к причальной стенке. Ну, слушайте, это же было эпично. Меня больше всего поражает, что до этого российские собачка Свинка Триколор объявляли о том, что когда они бомбили аддейские терминалы, они это обосновали тем, что наносят удары соответственно по цехам производства морских дронов. Я не знаю. Такое впечатление как с авиацией, которую сто раз уже уничтожили, а она продолжает наносить удары по российским оккупантам. То есть, судя по всему, у нас подход теперь такой. Будем их топить. И, собственно говоря, поэтому я назвал наш стрим «Черное море волнуется». Украина, там еще не только море волнуется, «Черное море волнуется». Раз, Дмитрий Медведев напивается два и грозит нам смертью. И он же не шутит, это правда. Вопрос в том, что если вы грозите смертью нам, то на войне всегда главный вопрос «А вы уверены, что охотниками будете только вы?» вот в предыдущем видео, там Шах Назаров очень интересно на эту тему размышляет. Он говорит «Мы стали добычей». Ну, то есть, надо было еще добавить «Мы, наш фюрер Владимир Путин настолько идиот, что он полез в украинский капкан и отодрут со всех сторон. Украина, во-первых, огнем и мечом наносит весь комплекс ударов, необходимых для того, чтобы российских нацистов как-то урезонить. Ну, и самое главное авторитет этого государства. Вот знаете, как понять, россияне что-то стоящее из себя представляют или нет. Вот в своей массе, ну, это не касается людей, которые хотя бы как минимум неплохо воспитаны, но это в своей массе не про россиян. Я говорю, что оно не не только гражданство касается, но частенько носители этого паспорта ведут себя как говно. Возможно, они ими являются и хамят, бузят, лезут в драку. Раньше, особенно, если мы там вспомним Турцию, ну, народ как-то смотрел, думает, ну, конченые, да и конченые. Ну, старались их не трогать. А теперь их начинают все, это слово хотел сказать на букву П, ну, начинают их наказывать. И это главный критерий того, что они не по той дорожке пошли. Так вот, есть у меня одно интересное видео, оно как раз касается того, что Мордор почему-то очень загрустил. То есть, смотрите, какие вопросы они сейчас обсуждают в Мордор Фашня ТВ о том, что, о том, что, что будет происходить на болотах. Страх и ужас просто. Массовые ракетные удары, но я думаю, более страшные, серьезные, опасные вещи могут последовать. Это развертывание, вот эти 2000 человек это примерно от двух стересел. То, что они боятся Буданова и его Орлов, это правильно, это хорошо. Но вы слышали, вот это, будут массированные ракетные удары по российской территории, представляете? Я даже сам не знаю, неужели у нас где-то фабрику по производству сосисок переделали фабрику по производству ракет. Будем надеяться, что это именно так. То, что они боятся Буданова все вместе, всей этой студией, это здорово на самом-то деле. И вот эти разговоры о том, что какая-то западная английская газетка написала о том, что у нас 2000 бойцов невидимого фронта будет отправлено в Россию для того, чтобы мочить российский нацизм, скорее всего, речь идет об ударах по инфраструктуре, мосты, что там, аэропорты, сжечь все Ту-95 в аэропортах, ну, как вы хотели, ну, и так далее. Это понятно. Но все же очень-очень интересно. Групп численности от 5 до 10 человек. Это очень серьезная сила. Если они будут скрытно развернуты на территории нами контролируемой и на территории, так сказать, нынешней основной части России, вот, то последствия могут быть серьезные. Значит, какие могут быть последствия, какие направления ударом могут быть? как красиво стрелочка была направлена прямо в Москву. Идеальное зрелище. Даже хочется еще раз, ой, смотрите, видите, стрелочка на Москву. и в один прекрасный момент ракета залетит в бункер Владимира Маньяка Путина и он там умрет. И наступит мир. Ну, сугубо теоретически шансов станет больше. А то он же не, он там не один конченый. Там много людей, которые подсажены на фашистов все эти идеи. Вот, например, этот, есть у них такой певец фашистского режима шаман, называет себя певцом. Выходит с вертолета вообще не стесняясь, кидает зигу. Я поэтому не говорю, что этот танкер, который мы немножечко поцарапали, что он может он не сик, он может зиг. Какие могут быть последствия, какие направления удара могут быть? Первое, это удары по коммуникациям, в первую очередь опять по мосту будут бить, по другим мостам будут бить. Это удары будут на экологически опасные предприятия. электростанции, химические предприятия. И надо ожидать новых терактов в отношении крупных политических общественных лиц и журналистов. Это я прогнозирую, что это будет. По всем еще не это попытаются. В общем, это великолепно. А лица у всех грустные, грустные. Ну давай, Скобеева, скажи, как ты нас сейчас напугаешь? Чем же ты нас напугаешь? При этом главный вопрос, как он собирается конвертировать теракт и пусть даже убийство общественно значимых фигур в успехе на фронте. Как это повлияет? Не только взгляд русского человека, а злой русский гораздо более опасный, чем русский добрый. Они рассчитывают на то, что это их расчет, на то, что это приведет к недоверию власти, подорвать, вызвать хаос в обществе, тревогу. Я уверен, что это обернется в обратном направлении. Злой русский опасней доброго русского. Но в данном случае мы все-таки Скобееву поправим, она же все-таки информационная преступница, не русский, а россиянин. И это две большие разницы. Принципиальных две больших разницы. Потому что русский, мол, это только этническая составляющая. Там люди разных национальностей, рожного гражданства воюют на стороне Раши. Но если уж играть в эту игру ассоциации, то я думаю, значит, злой русский опаснее доброго русского. А мертвый россиянин, российский оккупант, он может быть и злым, и добрым, как он хочет, но он безопасен для себя и окружающих. Он лежит и ждет, когда его труп отвезут в Россию. Ну и вполне возможно, что не дождется, семья, не дождется лады, и все в общем у них будет как всегда. Вот такой вот расклад там на болотах, так что тут все-таки я еще раз проговорю эту мысль, потому что там какие-то были у нас поломки на линии и белорусская провокация, я так подозреваю. Значит, что там произошло? Значит, по предварительным данным и Висково-Поветря на силу Украины сообщили, что Манничелла пнул своего белорусского миньона, хочется сказать всяких гадостей в адрес белорусов, да я, собственно говоря, скажу. Я не знаю, какое будет принято решение, но давайте-ка поразберемся. Значит, в течение последнего года белорусы дали заднюю и с их территорий ничего к нам не прилетало. и давайте-ка скажем прямо, что вот эта вот история, когда по нам летит, а по ним нет, она странная и так быть не должно. Должен заметить, что на Западе частенько говорят, что вот не надо провоцировать россиян, бить по российской территории нашим западным оружием. Ну, про белорусов никто ничего не говорил. Еще раз, я не знаю, какое будет решение принято, но вот на первый взгляд хочется сказать, что ребята, раз вы начали играть в эту игру, что с нашей территории стартуют российские ракеты, а мы делаем вид, что мы ни при чем мы в домике, то нет, 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 должно быть немножечко по-другому. Нет, никто по белорусам специально фигачить не будет, это понятно. А по российским объектам на территории Белоруссии надо фигачить, потому что как это так, мы здесь не тир, здесь рашка, добыча, смотри мое предыдущее видео, они все прекрасно понимают. Вот так вот. Поэтому что это может еще означать? Значит, то, что дожали Александра Григорьевича, то, что Беларусь может вступить в войну, но она и так вступила, они и так на стороне зла и вопрос в том, что будут ли они отправлять своих солдат на войну против Украины. Этот вопрос задают частенько и мы задаем себе и все средства мониторинга за ситуацией на территории Беларуси все они работают усердно, разведка работает и так далее. то есть в некотором роде тут вопрос как бы если мы сделаем вид что ничего не произошло может быть оно имеет некую целесообразность может быть я не знаю но душа почему-то требует сожженный мозорский НПЗ для профилактики белорусского фашизма чтобы дальше он не распространялся согласны подписывайтесь на канал называем здесь вещи своими именами ну а как поступит наше командование значит таки правильно так значит что у нас по вопросам давайте перейдем к самой важной части Сергей Дмитрук пишет Рома что вы скажете по поводу давления западом на нашего президента в какой части иногда на нашего президента и вообще украинскую власть глубинное государство надо давить со всех сил в части проведения институциональных реформ заметьте все вроде как говорят о том что война у нас да это правда но война уже идет полтора года и в в государстве опять же все так устроено что у нас не все воюют у нас не все государственные чиновники заняты не все депутаты заняты войной то есть на самом-то деле время для проведения необходимых изменений внутри страны оно идеально идеально лучше время не найти почему ну потому что нас датируют на миллиарды десятки миллиардов долларов и соответственно надо самим шевелить булки делать так чтобы здесь знаете какая тут главная единственная реформа в этой стране нужна одна единственная это стопроцентная свобода на предпринимательскую деятельность и соответственно право собственности единственная это я слышу некоторые мне тут рассказывают что вот мы хотели сделать бизнес такой-то секой-то там ну там какое-то агентство арма предложило там нам свои какие-то активы а тут какие-то ребята в погонах появились говорят ну давайте вы нам будете немножечко отстегивать и всякое такое с таким подходом ничего здесь хорошего не будет и давайте это скажем прямо значит институционные изменения значит избу должны не спиртом торговать и так далее а родину защищать если вы хотите наши дорогие вот эта часть силовиков которые не на войне хотите красивых машин идите в блогинг идите в бизнес идите куда-то куда хотите можно даже на три буквы но вы не имеете права представлять украинское государство и кошмарить людей которые зарабатывают бабки точка поэтому в части давления вот здесь надо давление оказывать вы заметили что вот у нас тут спикер парламента пан Стефанчук сказал что нужно проголосовать и вернуть обязательно декларирование государственными деятелями как вы думаете он сам сказал об этом нет это требование международного валютного фонда и вы знаете я там конечно не работаю но я уверен что вы поддержите это тоже теперь вопрос наверное касался войны и мира здесь тоже борьба и на Украину в некотором роде могут в теории оказывать давлением об этом очень много пишут западные журналюги сейчас я не уверен что их позиция она является финальной значит насколько я вижу себе эту ситуацию значит западный мир и США все-таки исходят из того и они есть страны для которых декларации это не просто слова это путь к действию они говорят о восстановлении суверенитета Украины в рамках международно признанных границ то есть за демонтаж Крымского моста и много того что там наделали российские собачка свинка триколор ну в части там в школах надо вынести вот эти вот помойные учебники флаги поснимать российские ну в общем список не полный но тем не менее в этом направлении нужно активно действовать и работать если кто-то считает ну вопрос наверное касается того что заставят ли Украину там я не знаю сдаться вступить в переговоры с Путиным или еще что-то давайте исходить из того что те договоренности которые все-таки достигнуты а они немалые в плане ритмичности и постоянства в части отправки в Украину боеприпасов и военной техники все это выполняется у нас остается обида где высокотехнологичное оружие которое на российских свинках собачка триколор будет уничтожать желательно на их территории тут есть над чем работать и не исключу что видите мир же он так устроен если ты вот смотрите давайте так вот посмотрим я никогда не говорил еще раз не говорю что коррупция какие-то наши внутренние дела что мы виноваты в войне это все бред но смотрите у нас договоренности по внутренним реформам с теми же людьми которые дают нам оружие и согласитесь у каждой с кем-то имеет какие-то дела ты не можешь одному человеку и бизнес с ним делать и врать ему одновременно при том что он это знает оно так не работает то есть эту ситуацию как мне кажется нужно сбалансировать объективно война покажет как оно будет дальше это факт объективно ясно что Украина была есть и будет вопрос в каких границах вот там где сейчас проходит линия фронта или мы подведем ближе к международно признанным границам все эти вопросы они открыты может может ли ситуацию изменить Джозеф Байден да может поставить ракеты больше артиллерии как Ходоренок тут недавно критиковал Байдена за то что он нерешительный и мало поставляет оружие у меня тут был такой разговор недавно когда человек говорит что ну да самолеты может быть политическое решение может быть есть нюансы в логистике в инфраструктуре это так но он говорит но наши американские друзья могли бы просто отвесить нам 200 современных сал одним пакетом и тоже дело бы пошло на лад то есть вариантов много вопросов много но все зависит все равно от нас я исхожу именно из этого Сергей Никифоров большое вам спасибо 40 долларов на дроны на дроны так на дроны вопрос от Александра Справедливого как повлияет уничтожение кораблей фашистской федерации на блокаду зернового коридора саммит в Саудовской Аравии поставит РФ на место ну саммит в Саудовской Аравии это инициатива президента Зеленского это как раз вот то что когда можно сказать что не можно а нужно сказать что украинская команда областна они делают правильные движения которые ведут нас к достижению наших целей значит что важно это мероприятие в Саудовской Аравии в Саудовской Аравии что там нет русни на переговорах нет русни и кто-то скажет что как можно договориться о мире с русней то есть с российскими нацистами без них а вот можно то есть здесь важно что на этом мероприятии в Саудовской Аравии присутствует масса стран которые не входят в антироссийскую коалицию то есть Бразилия Китай внимание товарищ с фамилией на Лихуей да тоже туда приехал а когда приехали китайцы посмотреть поговорить пообщаться то и статусность форума сразу меняется наша задача работать в том числе с нейтральными странами которые не занимают объективно занимают такую ни вашим ни нашим то есть это называется нейтралитет мы не должны критиковать за это ну во-первых это наверное странно звучит но свет клина на Украине не сошелся масса людей живут на этой планете своей жизнью и не знают что сегодня над Киевской областью пролетело какое-то количество ракет в сторону центральных областей Украины поэтому это мероприятие очень классное и это реально то что придумали в офисе президента и называют это инициатива продвижение инициативы президента там 10 пунктов мирных инициатив Зеленского ну можно назвать 4 основных они вписаны кстати все коммунике большой семерки вывод российских войск территории Украины от себя я добавляю после этого разрушения Крымского моста этого в документах нет но еще раз говорю это я так это вижу потому что на российский собак чика-свинка триколор уходя должны за собой прибрать далее наказание российских военных преступников привет всем российским пилотам ну и соответственно командирам кораблей которые наносят удары по нашим городам вам кирдык там одного в Краснодаре бахнули случайно вас перебьют к херам всех сколько бы на это время не понадобилось вы будете потом сами удивляться почему он так рано умер ну вот так вот далее это гарантия безопасности и соответственно компенсации и восстановление Украины вот эта инициатива она продвигается Украиной на всех площадках и очень круто что там есть и Кида и так называемый большой юг что там Индия страны Латинской Америки нужно работать я знаете это как раз вот та штука когда каждый должен делать свое дело военные должны убивать российских оккупантов и не надо политикам туда вмешиваться политики особенно те которые ну как президент министр иностранных дел это внешний трек тут надо стараться делать все возможное для того чтобы объяснять что ну в современном мире не место нацизму российскому и вообще как написал Нью-Йорк Таймс это дипломатическое контрнаступление Украины здорово звучит звучит я к тому что когда каждый делает свое дело значит военные как я сказал воюют а у нас воюет вся страна а те кто не воюют ну частенько если мы говорим об органах власти это что-то борцы там с НАБУ ДБР антикоррупционная вся эта структура и суд вместе вам так вам кто-то мешает работать не мешает ну вот еще раз поэтому каждому свое так что еще значит по поводу уничтожения кораблей да я думаю что мы просто заложенные и Нейшпапа и Малюк придумали игру которая называется сложи пазл собери собери всю коллекцию коллекцию черноморского флота крейсер Москва уже наверное там мхом кораллами покрылся чем там илом чем ракетные крейсера на дне морском на дне Черного моря покрываются вот этим он и покрылся коллекцию надо пополнять их надо фигачить еще раз когда кто-то будет говорить особенно там российские типа Медведева и все вот это вот пропагандисты пропагандисты мол это удары возмездия в некотором роде это да удары возмездия только знаете за что за сам факт нашего существования вот за что и наносятся эти так называемые удары возмездия Сергей задает очень принципиально важный вопрос в данном случае Роман кто вам симпатичнее Янина или Курбанова Сергей ну попарше до мэны проехала моя кахана дружина и она теперь не затрыли 9 земель вид мэна в соседней кимнате и она меня строит говорит что она меня строит и хвалит и ругает одновременно говорит что у меня тут немножечко беспорядок это значит в этой части она ругает с другой стороны она хвалит одновременно потому что говорит если у тебя тут такой хаос с точки зрения женщины то других женщин здесь не было ну я как бы не спорю говорю что если тебе что-то не нравится в квартире выкинь хоть все я лично тебе помогу поэтому янина соколова или аллена курбанова я люблю умных и красивых женщин скажу вам прямо и наверное на этом предлагаю ответ на ваш вопрос закончить и это присуще всем вышеперечисленным так что у нас по вопросам которые не касаются этой прекрасной темы так секундочку вот вопрос от Александра Справедливого который спрашивает мы продолжим наносить удары дронами по Москва-Сити и другим городам России или это не военные объекты наши западные партнеры нам это запрещают но судя по тому как у них заметьте вот какой тренд вот это вот Бавовна она все дальше и дальше от украинских границ и от морских границ сотни километров и дальше и чаще поэтому я вообще не сторонник как бы вот этих вот что это за игра в поддавки ну может быть у нас не было средств поражения теперь они есть и еще раз сегодня в Киеве была воздушная тревога и ко мне приехали мои дети и им некомфортно они боятся этого и я боюсь таких детей как мои которые не лучше и не хуже в Украине в Украине очень много так вот наши дети ничем не лучше и не хуже российских ну в части таком общечеловеческом плане родители у этих российских детей долбоебы ну тут извините так вот если они ставят под вопрос жизнь наших детей нашей страны у нас вообще нет никаких ограничений от слова вообще мне вот это вот нравится вот это вот российский стогин такой знаете вот они вот стонут постоянно что вот мы ведем только освободительные войны мы захватываем территории других стран потому что нам угрожают и всякое такое мол не мы а нас ребята этот бред никого не интересует как вы там это будете обосновывать там на болотах значит нужно принимать все военные решения ну Москва-Сити я насколько понимаю мы целились куда-то в другое место но в министерстве фашистской России же сказали что они подавили дроны но они почему-то в Москву-Сити упали ну врезались и взорвались ну значит ну мы тут при чем все вопросы где московское ПВО где ПВО Москва Бада обращайтесь к Шойгу так ну вот цикавая ГАО власно про це питаю на що натикає наше Миноборона що в цю гру ми будем агратись вдвох це може бути щось новеньке наприклад ракети а не беспилотники ну давайте себе ни в чем не сдерживать ни в чем не сдерживать еще раз там же вот это Сивков и они вообще очень часто начинают проговаривать что мол нанося удары по Москве это оказывает влияние на стабильность российского общества оказывают видите они же там всех пересажали Навального он и так был закрыт а так его закрыли но скорее всего вынесут его вперед ногами если мы Путина не ликвидируем нашими БПЛА или ракетами Стрелкова закрыли не то что эти люди позитивны видите их даже оппозиционер и террорист через запятую у них там не поймешь кто есть кто я не знаю россияне наверное которые то есть у них вообще альтернативы нет и в Навальном они видели альтернативу некую я конечно политические взгляды уважаю разных людей но это же просто идиотизм но что-то за этот светоч демократии который ломается на украинском вопросе ведь после того как он поломался на украинском вопросе он сел в тюрьму вообще-то войну уже они не замечали все все это российская оппозиционная команда сейчас они или в тюрьме или за границей и те кто в тюрьме я им по-человечески сочувствую но если честно хочется задаться вопросом вы хотели что а то есть вы хотели прекрасной России будущего хрустального рейха кристального простите рейха где не воруют и все деньги тратят на танки это как-то странно вот поверьте ну то такие так что да в эту игру можно играть вдвоем так Сашко секс-гигант Сашко вам кто больше подобается Яниноч Лана Курбанова я думаю вопрос для секс-гиганта правильный так мыр вашей хате ну кстати мир всим нашим хатам а окупантам смерть Так вас не обрала заяву Верещук те что треба меньше кайфувати и больше працювати что мы не повинні навіть слушать музыку хиба это лецимирство сама кайфую в ресторане Я про эти темы мораль кайфувати больше працювати будь-якое суспільство воно само организовывается а владе не треба давати таких парад реально зробіть так щоб дрони були не за волонтерські гроші і свобода підприємства підприємництва діяльності і все буде гаразд потому що вот эта історія бруківка не укладывать бруківку а покупать дрони на перший взгляд ну да это так но только строительство оно вот эта бруківка не знаю я в Ривна часто бываю там бруківка которую переклали она прекрасна она прекрасна вопрос в другом кто вам сказал что если не будут что эти деньги пойдут на вопросы безопасности обороны а это уже как бы вопрос такой это это уже для это надо разбираться знать как работают эти бюджетные все эти институции и так далее вот наш президент он сказал что бруківки не на часе почему он так сказал потому что он идет на поводу общественного мнения но я не президент и избираться не планирую и я не буду идти на поводу общественного мнения я даже вот здесь вот когда об этом говорю что надо делать все вот у меня вот здесь вот на на экране количество людей в онлайне и всегда на этой теме значит где-то порядка 100 человек отваливается ну то есть людей это возмущает и я понимаю почему их возмущают потому что они хотят безопасности своим сыновьям и отцам которые сейчас на войне это абсолютно правильно ну просто вопрос то что жизнь она немножечко сложнее вот я об этом говорю и конечно все для фронта все для победы так Андрей Шелест мое пытание львивяны мают на мерзнест Украину маты и заместные побудоваты паросток еще думаю это на цех есть да ничего я не думаю что там львивяны так хочет заработать хай работают что хочет я не собираюсь вот эту дискуссию с приводу памятников проводить честно кажучи громаде не подобается есть закон про декоммунизацию снимайте нахрен мне например в Киеве родина мать теперь Украина мать если бы с трезубом она идеальна я записи с дроней снимаю они у тебя блучья такие просто жинка Мария мне гирше Янина и Оланы Курбановой да это сексистский жарт но вы сейчас разумеете что я маю на Азии посмотрите на нашу Украину мать и например на бабету которая в Волгограде российском может у нее вообще перекошенное лицо так что просто диву даешься страх и ужас одолевает при виде этого лица еще раз не надо вот знаете все эти дискуссии про памятник еще что-то ясно одно что не может быть вот одновременно лететь ракеты имени Пушкина и Достоевского и здесь стояли их памятники значит я точно знаю я по нашей нэнсе и по захидней частыне и по пивничне закрома и же багато все похования Другое Световое Вейны они все у нас в порядку они доглянут и краще неж в Мордоре это так вам на секундочку что стосует этих символичных речей громады вырешут взагре слушайте не знаешь как поступить поступай по закону ну закон и здоровый смысл вот так так Сергей Прокопенко спрашивает что я думаю по поводу Вагнера и Белоруссии ведь дятел Газманов в интервью озвучил планы Кремля им нужен Сувальский да что там Газманов там был у него такой спич что этот дед он кстати 70 плюс чтобы вы понимали то есть они там все после 70 у них полное вымирание мозга они думают что если они отправят на смерть российских мужчин из тюрем и не только и по мобилизации то они дольше проживут и моложе будут я честно вам скажу я почему-то за НАТО вообще не переживаю ну вот правда вот в этом видео Ходоренок по-моему позавчера его делал где он говорил что Байден на нас экономит он перечислял там сколько РСЗО есть на западе это сотни единиц значит если мы наводим Шухер сколько у нас там порядка 30 машин когда есть ракеты они там ракеты есть до разной дальности до Атакамса там еще там 5 позиций на 80 на 120 на 160 на 220 ну в общем их просто перебьют как этих как тараканов вот и все вот там вот на этой неделе там вертолеты залетели в Беларусь я так смотрю вот даже по моему такому правильному фейсбучику там вот всегда любят меня там пообсуждать на часе чем на часе после свят или после войны там и так далее вот мол поляки как это прогнулись под белорусских нацистов и не сбили их вертолеты то подождите всему свое время то есть нормальные страны а Польша нормальная страна со своими интересными подходами к жизни к истории ну они за жизнь а не за смерть и нам они помогли колоссально кстати за что им спасибо вот так вот слабость это польская польская военщина военщина в кавычке или нет когда Таип Джепер Даган сбил российский что там Су-24 если не ошибаюсь который залетел в воздушное пространство они это делали не первый раз их раз предупредили два предупредили три предупредили потом взяли и убили один пилот выжил один сдох предположу что второй уже тоже сдох где-нибудь над Харьковом и начались вот эти вопли вы не отделайтесь помидорами так и так далее да ерунда это все значит ну россиян всегда предупреждают предупреждают а потом ну а потом они кричат а нас-то за что здесь будет точно так же вот Сергей пытается как вы думаете на скольких крейсерах будет завершено сбир нашей подводной коллекции из российских тазиков значит что касается закупки дронов я вот когда говорю о том что каждый должен заниматься своим делом я же не говорю что мы не должны покупать дроны мы народ нация и будем мы их покупать до последнего дня войны я просто говорю о том что есть люди которые еще кроме того что хотят помочь своей нашей армии есть люди в этой стране которые еще у них функциональные обязанности обеспечивать украинскую армию и я не то что против делать за них ихнюю работу не ихнюю а их работу а я за то чтобы шевелились все все у нас воют вся страна так Юрий Кириенко если условно завтра будет подписан договор о прекращении огня на линии соприкоснования по корейскому варианту то что ждет население Украины ну вы сами ответили на свой вопрос две Кореи одна концлагерь а другая развитая предприимчивая страна и все прекрасно где люди улыбаются и не ходят в военной форме еще раз это произойдет в любом случае ну имеется ввиду там где Мордор там будет вот этот гулаг постоянный потом они повесят своего царя начнут стрелять друг друга потом какой-нибудь условный Навальный возьмет власть или какой-нибудь его клон они отряхнутся немножечко придут в себя и скажут ну давайте теперь нападем на Украину вот примерно так а чтобы они на нас не напали нужно быть как Северная Корея простите как Южная Корея которая вооружена и опасна их комплекс ВПК занимает лидирующие позиции на этой планете и наши польские друзья не просто так в Южной Корее покупают оружие и САУ и танки и самолеты не просто так но вот вопрос только в этом и конечно же он станет после того когда война завершится ну в смысле боевые действия как будет жить на той территории если вот мы допускаем что мы не выходим на линию 91 года как будет организована жизнь в части введения здесь бизнеса и возможности зарабатывать деньги если этот вопрос будет выведен хотя бы там на уровне как в Польше а сейчас бизнес в Европе вот я так у многих спрашиваю вести легче чем у нас то все тут само расцветет потому что мы классные мы мы работаем воюем только правила единственный момент чего тут не хватает вот я частенько посещаю всякие места вот такой у меня сейчас момент дети приехали им паспорта детей же заканчиваются паспорта каждые 4 года ну кто-то все какого дети до 18 лет узнают что паспорт выдается на 4 года ребенку а с 16 если не ошибаюсь уже на 10 лет ну вот моя туда банда приехала значит вопрос решается раз два три пожалуйста работает идеально ни конфет тебе никому не надо давать можно даже не улыбаться на девушке с красными напомаженными губами она не улыбается и ты не улыбаешься в принципе мне там можно было бы улыбнуться но дело не в этом это вкусовщина значит свою работу она делает было недавно там где занимаются автомобилями сервисный центр воздушная тревога все вышли потом она закончилась все зашли все работает идеально это государство работает идеально понимаете остался один момент свобода предпринимательской деятельности ну и то что называется справедливость обеспечение справедливости и все тут заколосится и все будет хорошо ну а россиян мы все равно всех кто сюда пришел с оружием в руках убьем ну извините за примату так вопрос путин надеется что запад устанет и прекратит нам поставлять оружие и россия нас тогда захватит как повлияет на это предстоящие выборы в сша в двадцать четвертом году волнительно будет все все мы будем переживать по этому поводу вот масса народа сейчас говорит вот придет трамп и все все накроется медным тазом никаких ракет хаймарсом я не являюсь пессимистом в данном случае почему потому что сша помогает нам не потому что так нравится байдену я вообще иногда слышал мнение с некоторыми можно даже согласиться вполне возможно что новая администрация она скажет так слушайте кстати даже у того же трампа у него такая проскакивала если вы не договариваетесь я дам украине столько оружия что россиян нам ковзда ну то есть я понимаю что он популист и всякое такое то что сейчас говорят условные кандидаты в президенты это вообще не имеет никакого смысла обсуждать потому что их политика будет совсем другой но украине помощь будет военной оказываться в полном объеме почему они же нам помогают потому что это их национальный интерес вот и все в рамках геополитических раскладов есть геополитический расклад а вообще но то есть как это работает ну смотрите рашка создала ось зла было на этой неделе видео об этом кстати там захарова рассказывала что мы скоба зла овал зла ну в общем это умолешенная всегда что-то подобное говорила так вот говорит так вот значит раша и российский нацизм они хотят побольше стран захватить вот накрыть их вот этой пеленой тьмой соответственно западный мир он действует по-другому то есть чем больше вменяемых людей на планете тем лучше вот я вам когда-то говорил повторюсь значит я тут знаешь разных людей знаю ну вот например сотрудник юсейда юсейд это гигантская организация она там распределяет по миру порядка одного процента ввп соединенных штатов то есть хулиарды на самом-то деле и нам они помогают вообще просто тут такие ну куда ни возьми везде американские деньги вот вопрос задаем мы нашим американским друзьям почему вы это делаете знаете какой ответ очень простой что с образованными людьми можно иметь дело и можно договариваться и делать мир лучше вот почему например с китайскими друзьями я вот почему-то думаю Соединенные Штаты все равно будет искрить но они договорятся почему потому что там нет вот этого фатализма что давайте мы умрем ну умрем потому что нас не любят давайте мы всех убьем потому что нас не уважают это что это же чисто вот это российская грусть сумрак и грусть вот это вот они сдохнут а мы в рай вот этот Путин все это нанизывает мол сдохнуть это почетно сдохнуть в Украине почетно вдвойне жене Лада кстати Лады по-моему мы даже перестали выдавать и всякое такое другая часть планеты большая часть планеты они на это смотрят но думают ну может это какая-то особенность русского конченого там я не знаю менталитета то есть ну мы конечно с этим никто быть рядом не хочет это очевидный стопроцентный факт и и все им же еще раз российская фашистская федерация кроме смерти предложить нечего на западе не только на западе думают по-другому поэтому я оптимист все будет нормально для тех кто переживет эту войну риски большие потери большие масса народа мы потеряли нет народа как-то безличностно наших воинов война это страшно поэтому меняться надо для чего для того чтобы победить в этой войне надо активнее их убивать без риска для наших солдат или с минимальным риском и нужно решать эту военно-техническую задачу поэтому я предлагаю начать на этой трансляции собирать коллекцию черноморского флота российской федерации на дне морском но после украинской победы нашей победы победы света над тьмой обязательно отправимся с аквалангами посмотреть а как же там москва достаточно ли она сгорела а потом утонула можно наоборот но в принципе это не настолько важно сначала утонула а потом сгорела нет сначала сгорела а потом утонула все друзья мои объявляю субботний стрим состоявшимся всех благодарю за терпение за то что смотрите за донаты за то что вы есть давайте сохранять здравый смысл слава ЗСУ в конечном итоге держится все на армии а армия это мы на самом деле и вполне возможно чтобы воевать у нас придется всем ну опять же бояться этого не надо главное делать это с мозгами с мозгами и со стратегическим производиться в том как отличный план все всех люблю целую подписывайтесь на канал Украина была есть и будет до побачения до 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 Продолжение следует...